Это полицейский рейд в Чехии. Правоохранители обнаружили убитого тигра, а также фрагменты тела хищника. Подобные операции проходили летом по всему Евросоюзу. По данным зоозащитной организации «Четыре лапы», в ЕС с 1999 по 2016 годы изъяли более 8 тысяч частей тигриных тел. Предполагается, что это лишь десятая часть того, что продано контрабандистами в Евросоюзе. Активисты заявляют, что нелегальная торговля дикими тиграми процветает из-за малоэффективных законов. Между тем, тигры, родившиеся в неволе, вообще не защищены. С 1999 по 2016 годы из Евросоюза на законных основаниях вывезли более 1400 хищных кошек. Многих из них убили для использования в народной медицине. Например, из костей тигра делают вино. Литр такого напитка на черном рынке может стоить до 2000 долларов. Тигриные шкуры продают по 20 тысяч. Черные лекарства также делают из сердца и других органов тигра. Все стоит очень дорого. Покупают такие товары те, кто верит в их целебные свойства. Организация «Четыре лапы» призывает Еврокомиссию запретить торговлю тиграми, разведенными в неволе. Тем временем в Великобритании прошла конференция, посвященная проблеме нелегальной торговли дикими животными. На ней выступил и принц Уильям. Он отметил, что торговля дикими животными, в том числе и тиграми, подрывает верховенство закона и угрожает редким видам.